Добрый вечер, уважаемый слушатель! У микрофона Костя Суханов. Мы продолжаем серию рассказов Рассказы об охоте и рыбалке. В этой серии только настоящие рассказы настоящих рыбаков, охотников, путешественников. Могут быть и ваши. Просто присылайте, я ознакомлюсь и вполне возможно они прозвучат. Всю серию, которая постоянно пополняется, можно послушать в отдельном плейлисте на ютуб канале Актер Костя Суханов. Плейлист так и называется Рассказы об охоте и рыбалке. Серия делается только при поддержке слушателей, то есть при вашей поддержке. Спасибо огромное! Сегодня мы отправляемся в тайгу с Григорием Федосеевым. Поехали! Григорий Федосеев Неожиданная встреча Мартовские ночи были еще холодными. Наша геодезическая экспедиция с невероятными трудностями продвигалась в глубину малоисследованных гор Восточного Саяна и тащила на себе и на нартах все свое продовольствие и снаряжение. За день люди так изматывали свои силы, что рады были краткому отдыху, а после ужина тотчас же засыпали крепким сном. В эту ночь нас приютили старые кедры, растущие группой под одним из многочисленных отрогов. Ветерок, не переставая, гулял по тайге. Он то бросался на юг и возвращался оттуда с теплом. То вдруг, изменив направление, улетал вверх по реке и приносил оттуда холод. Он то и взбудоражил под утро наших собак. За час до рассвета меня разбудил их лай. Днепровский был уже на ногах. Я вскочил, торопливо натянул на себя верхнюю одежду и, отойдя от костра, прислушался. Злобный лай собак доносился из соседнего ложка. Не было сомнения, лёвка и черня держали зверя. Но кто этот зверь, к которому так азартно рвались собаки? Порой до слуха доносился нила и орёв и возня, и тогда оказалось, что собаки уже схватились в рукопашную. Мы бросились к ружьям. Лагерь уже не спал. Днепровский заткнул за поезд топор, перекинул через плечо Бердану, не торопясь, встал на лыжи. Я с трудом, сдерживая волнение, последовал за ним. Собаки продолжали лаять. Мы бесшумно подвигались к ложку. Цветало. Всё яснее вырисовывались горы, ущелья и лес. Перевалив небольшую возвышенность, мы увидели впереди тёмное пятно. Это небольшим оазисом рос по северному склону ложка Ельник. Оттуда-то и доносился лай по-прежнему злобный и напорный. Задерживаемся на минуту. Нужно было определить направление ветра, чтобы, скрадывая зверя, не спугнуть его раньше, чем увидим. Пришлось правой вершинкой обойти ложок и спускаться к Ельнику против ветра. Вокруг всё больше и больше светлело. Высоко над горизонтом повисла зорница, вестница наступающего утра. Теперь собаки были совсем близко, но зверя ещё не было видно. Мы подвинулись вперёд и были у самого Ельника. В этот момент мысль, зрение и слух работали напряжённо. Зашатайся веточка, свались пушинка снега, всё это не ускользнуло бы от нашего взгляда и слуха. Сколько волнений действительно порождают эти минуты. Какая огромная выдержка требуется от охотника в такой момент. Пожалуй, в зверовой охоте подобные минуты самые сильные. Их всегда вспоминаешь с наслаждением. И наоборот, развязка всегда является обычным делом. Ещё несколько шагов, и мы у края небольшого ската. Но и теперь в сквозных просветах Ельника ничего не видно. «Что за дьявольщина?» — сказал Днепровский, выпрямляясь во весь рост. На колонии лают. Минуты напряжения оборвались. Совсем близко за колодой лаяли Лёвка и Черня. «Наверное, Соболь!» — произнёс Прокопий тоном полного разочарования. Мы вскинули ружья на плечи и стали спускаться к собакам. Те, увидев нас, стали ещё больше неистувствовать. Тесняя друг друга, они с отчаянным лаем приступали к небольшому отверстию, видневшемуся под корнями нетолстой ели. Я подвернул к ним лыжи и, любопытствуя, хотел заглянуть в отверстие. Вдруг собаки отскочили в сторону, отверстие увеличилось, разорвалось, и из-под нависшего снега вырвался чёрный медведь, показавшийся мне в этот момент невероятно большим. Я почти бессознательно сделал прыжок в сторону, лыжа подо мной сломалась, но мне удалось удержать равновесие. Отчаянный крик Днепровского заставил меня оглянуться. Зверь молниеносным наскоком сбил его с ног и, подобрав под себя, уже готов был расправиться с ним. Но в этот почти неуловимый момент Лёвка и Черня насели на медведя и, вцепившись с зубами, трепали его зад. Зверь с царелом бросился на собак. Те отскочили в разные стороны, и медведь опять насел на Днепровского. Но и собаки не зевали. Они снова принялись трепать зверя, отвлекая его от Прокопия. Так повторялось несколько раз. Я стоял, держа в руках, готовый к выстрелу штуцер, но стрелять не мог. Прокопий, собаки и зверь, всё это одним клубком вертелось перед глазами. Наконец, с разъярённой дерзостью собак медведь бросился за Лёвкой и наскочил на меня. Два. Раз за разом выстрела прокатились по ельнику и эхом унеслись далеко по тайге. Всё это произошло так неожиданно, что я ещё несколько секунд не мог уяснить себе всего случившегося. В пяти метрах от меня в предсмертных судорогах корчился медведь, а Лёвка и Черни, оседлав его, изливали на нём всю свою злобу. Я бросился к Прокопию. Он сидел в яме, без шапки, с разорванной фуфайкой и окровавленным лицом, но улыбался. Правда, принуждённой улыбкой, за которой скрывался только что пережитый момент напряжения, я помог ему встать. Он не дал мне осмотреть раны и, шатаясь, медленно подошёл к убитому зверю. Тот лежал уже без движения, растянувшись на снегу. Собаки все не унимались. Прокопий с трудом удерживаясь на ногах, поймал Черню, затем подтащил к себе Лёвку и обнял их. Крупные слёзы, скатывающиеся по лицу, окрашивались кровью и красными пятнами ложились на снег. Впервые за много лет совместных скитаний по тайге я увидел, как этот прославленный забайкальский зверобой расчувствовался на слёз. Мы не зря считали его человеком без нервов. За его плечами сотни убитых зверей, много опасных встреч. Я был свидетелем рукопашной схватки, когда раненая медведица, защищая своих малышей, бросилась на Днепровского. И уснул непробудным сном от его охотничьего ножа. А он был спокоен. Мне казалось тогда, что даже пульс его оставался неизменным. Сейчас собаки растрогали охотника. Он обнимал их и действительно плакал. Я стоял умилён на этой картине и не знал, что делать. Прервать ли трогательную сцену или ожидать, пока Прокопий, успокоившись, придёт в себя. А собаки, видимо, вспомнили про медведя, вырвались из рук Днепровского и снова их звонкий лайк катился по тайге. Зверь разорвал Днепровскому плечо и избороздил когтями голову. При падении Прокопий неудачно подвернул ногу и вывихнул ступню. Я достал зашитые фуфайки бинты, стал перевязывать раны. Издали послышались голоса. Нашим следом шли товарищи. Они тащили с собой на случай нашей удачи двое нарт. Медведь оказался крупным и довольно жирным. Внутренние органы были залиты салом, за которым не было видно ни почек, ни кишок. На спине вдоль хребта и особенно к заду толщина сала доходила до трёх пальцев. Все мы радовались, что Днепровский остался жив и были очень довольны добычей. У нас не было мяса. А предстояла большая физическая работа по переброске груза на репкий зыр. Пока товарищи укладывали на нарты мясо, я осмотрел берлогу, устроенную медведем под елью. Затем мы с Арсением Кудрявцевым взяли под руки Прокопия и медленно повели его на бивуак. Следом за нами шли усталые Лёвка и Черня. Только теперь мы заметили, что солнце уже оторвалось от гор. Тайга проснулась. Было необычайно светло и радостно. Табор внезапно преобразился. Больше всех был доволен наш повар Алексей Лазарев. «А ну, товарищ повар, разворачивайся!» Приказывал он самому себе, позвякивая ножами. «Ныне вам клиенты пошли требовательные. Похлебочкой да мурцовочкой недовольствуется. Подавай говядинки, да не какой-нибудь омедвежатинки, но их горой!» Теперь ему не нужно было за завтраком и ужином рассказывать нам о вкусных блюдах, чем он в последнее время разнообразил наш стол. На костре закипали два котла с мясом, жарилась печенка, топился жир, и тут же у разложенного по снегу мяса товарищи расправляли медвежью шкуру. Словом, картина достойная кисти художника. Дорогой слушатель, не забывай делиться впечатлениями в комментариях. Это на самом деле очень важно. А также хочется сказать, что аудиокниги, которые читают Костя Суханов, всегда можно послушать и в Телеграм. Это зачастую очень удобно, потому что возможно слушать с выключенным экраном на телефоне. Группа с аудиокнигами в Телеграм называется «Аудиокниги читает Костя Суханов». Группа с аудиокнигами в Телеграм называется «Аудиокниги читает Костя Суханов». Добро пожаловать! Добро пожаловать также и в беседку. Там мы на связи со слушателями 24 часа 7 дней в неделю. Страх В один из осенних дней наша геодезическая экспедиция пробиралась к Диерским гольцам. Когда мы подъехали к устью реки Диер, был уже вечер, и тени гор заливали всю долину. Много лет назад большим пожаром был уничтожен лес при входе в Диерское ущелье, и теперь черные безжизненные стволы гигантских лиственниц низко склонились к земле, как бы преграждая путь в ущелье. С большим трудом люди прорубили дорогу, провели оленей и, подойдя к Диеру, расположились на ночевку. Эхо от ударов топора нарушало тишину тайги. Мы поставили палатки, и сейчас же костер осветил наш маленький лагерь. Я заметил отсутствие двух собак, имевших привычку всегда вертеться около костра. «Где чирвы и качи?» Спросил я пастуха Ивенко, работавшего в нашей экспедиции. «Наверное, рыбу пошел ловить. Это места кита должно быть много», — ответил Димит. «Разве собаки могут ловить рыбу?» Переспросил я, удивленный ответом Ивенко. «Хорошо, может ловить. Иди смотри». И старик кивнул головой в сторону реки. Было еще светло, стремительный поток прозрачной воды скатывался между крупными валунами. В трехстах метрах ниже лагеря шумел водопад. Река там делает огромный прыжок и, падая с высоты, обдает скалы густой пеной. Ниже водопада образовался тихий водоем. Я подошел к краю скалы и выглянул из-за нее. Кача и Чирва стояли в воде и, запуская морды, старались что-то схватить. Третья собака — залет. Сидела на берегу и следила за ними. И каждый раз, как только одна из собак вытаскивала морду из воды, залет настораживался, ожидая, не появится ли пойманная рыба. Вдруг Кача внезапно сделал прыжок, завозился в воде и, приподнимая высоко передние лапы, выволок на каменистый берег большую киту. Залет бросился к нему, сбил его с ног и тут же торопливо стал расправляться с добычей. Кача тряхнулся и, слезав с морды рыбью чешую, неохотно зашел обратно в воду. В это время Чирва, пятясь задом, тащила за хвост к берегу большую рыбу. Меня эта рыбалка заинтересовала, и я спустился к водоему. Если бы не предупреждение венка Демида, никогда бы мне не узнать в вытащенной рыбе киту, серебристую красавицу больших морей. Ее круглый жирный корпус был тонким и почти бесформенным. Вся она была в ранах и имела жалкий вид. Я стал рассматривать мелкий водоем, в котором кита покрывала почти все дно. Часть ее удерживая равновесие еще плавала, но большинство проявляло слабые признаки жизни и чуть-чуть шевелилось. Я видел, как ниже водоема, где река переваливалась между крупных камней, плавало много киты. У некоторых были повреждены глаза, многие не имели плавников, и почти вся она была покрыта темно-фиолетовыми пятнами. Рыба пыталась преодолеть течение, пробиться вперед, но у нее уже не было сил, и короткие плавники плохо служили. Странная рыба, думал я. В ней почти не было жизни, она потеряла внешний вид, изранилась, а все-таки лезла и лезла вверх по реке. Быстро наступившая темнота заставила меня вернуться на бивак. Большой костер, шумно рассыпая искры, освещал поляну. Близко у огня сидели люди, у кромки леса паслись олени, черные тени лиственниц уже легли на палатке. Хороша тайга. Подумал я, глядя, как мои спутники аппетитно утоляли голод. Хороша и простота ее, когда после дневной работы или утомительного перехода садишься в дружный круг и ешь все, что приготовит неискусный повар. И кружка чаю, выпитая к концу дня, поистине кажется божественным напитком. После ужина, нарушая тишину, гремел посудой повар. Я прилег к костру и долго писал. Водоем с гибнущей китой приковал мои мысли, и я невольно вспомнил про жизнь этой рыбы. Еще не успеют осенние туманы покрыть берега охотского побережья, как большие косяки киты уже подходят к ним и, распрощавшись с морем, устремляются вверх по рекам. Перегоняя друг друга, забыв про корм и отдых, пробивается кита к самому верховью. И чем выше поднимается она, тем больше препятствий, тем сильнее обессиливает ее голод. Вот она уже достигла горной части реки, и там, на мелких перекатах, в порогах и шиверах, сбивает свои плавники, а густые речные завалы наносят ей раны. Шивера. Быстрое течение по каменистому твердому дну. Но она будто не замечает их, не чувствует и с неудержимой силой стремится вперед, к тем местам, где родилась. Там кита мечет икру, избившись в тихих водоемах, почти вся гибнет от голода и бессилия. На этом рыбном кладбище задолго до прихода киты и птицы-хищники, нарушая тишину тайги, уже дерутся, чуя легкую добычу. Туда же протарит тропу и медведь, ежедневно поджидая рыбу, он зло ворчит на крикливых птиц. Рано утром всех нас разбудил холод, шел крупными хлопьями снег. Я встал и после завтрака, пока вьючили оленей, пошел еще раз посмотреть водоем. Собаки были уже там, и, окружив меня сытыми глазами, смотрели на киту, которую я без труда доставал из воды. Рыба была темного цвета, с торчащими вперед зубами. У нее был поврежден хвост, и под передними плавниками виднелись раны. Она не проявляла особенного беспокойства, расставшись с родной стихией, и не билась в руках. Мне захотелось отнести ее в реку Кербии и пустить в большой водоем, чтобы течение унесло ее обратно в море. Но я знал, что инстинкт в ней сильнее смерти. Я бережно опустил киту в воду, ее подхватила струя и понесла по каменистому руслу вниз. Когда я возвратился на Бивуа, колени уже были готовы двинуться в дальнейший путь, и вскоре мы тронулись. Нам надо было в этот день выйти на Диерский голец. Тропа то поднимала нас высоко к скалистым горам, то опускала вниз к бурлящему потоку Диера. Спуски и подъемы были скользкие от падающего снега, который, не переставая, шел с утра. Тайга стала мокрой и неприветливой. Идущие впереди олени то и дело стряхивали с себя мокрый снег. Вытянувшись длинной вереницей промеж еловых зарослей, мы шли медленно и молча. Следом за нами, опустив низко мокрые хвосты, плелись собаки. Часа в два дня сделали привал. Нужно было обогреться и обсушиться, так как скоро должен был начаться новый подъем на голец, а там нет леса, следовательно, не будет и костра. Не успели развьючить оленей, как приятным треском вспыхнул костер. Готовили обед, а на жарких углях выпекали венкийские лепешки. Вдруг недалеко от лагеря залаяла черва. «Рябчик», — подумал я, — «хорошо бы поджарить их несколько штук горячим лепешком». Как бы угадывая мои мысли, пастух Илья взял ружье и пошел на лай. Илья с весны в нашей экспедиции. Он моложе и крепче Демида. Охота и скитание по таге были для него привычным и любимым делом. Через несколько минут я услышал окрик Ильи на венкийском языке. И сейчас же сидевший у костра Демид взял топор, ловким взмахом срубил длинную жерць, провязал к ее тонкой вершине, приготовленную из ремешка петлю, и пошел на зов. Я не утерпел и поспешил за стариком. У молодой еле усердно лаяла черва. Там невысоко от земли на сучке сидела серая птица. Но странно. Наш приход не встревожил ее, она даже не выразила испуга. И тогда, когда Илья поднес жерць петлей к ее голове, птица слегка вытянула шею, и венка накинул петлю и сдернул ее с хели. Через несколько секунд я держал ее в своих руках, но и теперь у нее не было испуга, будто она не понимала той опасности, которая грозила ей. Это была коряга. Так называют местные жители каменного рябчика. Ну и глупая птица, сказал я, выпуская ее из рук. Его ум есть, только одной капли страха нет. Напрасно отпустил корягу, мясо его шибко-сладко. Сказал Демид недовольным тоном. Если нет у нее страха, так можно ее опять поймать, оправдывался я. Можно-то можно. Зачем два раза лови, когда один раз довольна? Отозвался Илья. Высвободившись из рук, коряга отлетела метров на пятьдесят и снова уселась на дерево. А все подошли к ней. Чирва с залетом уже облаивали ее. На этот раз я сам решил испытать этот странный способ ловли коряг и убедился в отсутствии у нее страха. Подражая ей венкам, я взял жердь и подошел к еле. Птица не улетела, но она спокойно смотрела на меня и, переступая с ноги на ногу, топталась на сучке. Я поднес к ней конец жерди, коряга, глубоко втянув голову, продолжала сидеть. Я накинул на нее петлю и, захлестнув ею ноги, снял с сучка. Снова она оказалась в моих руках, но на сей раз я принес ее в лагерь. Все мы долго рассматривали странную птицу, которой действительно не было страха. И, освобожденная вторично, она села неподалеку на ветку. «Что за край?» — сказал удивленный Прокопий Днепровский, сходивший на своем веку немало болот и тайги. «У нас птица человека на выстрел не подпускает, а эта сама в петлю лезет. Вот и рыба разобьется вся уже, пропадет, а вверх все лезет». Продолжал он, обращаясь к старику Демиду. «А я русский хорошо говорить не могу. Скоро придет Афанасий, он будет говорить ивенкийскую сказку. Зачем китаве вверх ходи? Зачем коряга не боится?» — ответил ему ивенк. Старик Афанасий был из Савлинского колхоза. Он еще хранил в себе следы былой силы. Был не по возрасту ловким, и у ивенков считался лучшим рассказчиком. Все мы с нетерпением стали ждать Афанасия, нашего проводника ивенка из стобища Салавли. Два дня тому назад около реки Мунали из нашего стада потерялись три оленя. Он остался искать их и рассчитывал догнать нас не позднее сегодняшнего дня. После отдыха мы перешли реку и стали подниматься к видневшемуся вдали Диерскому гольцу. Скоро лес остался позади нас. Скучные россыпи, покрытые лишайниками да влажным ягелем, сменили мягкую зелень тайги. Теперь нас окружала безмолвная природа, освещенная серым осенним днем. В тайге чувствуешь себя лучше. Там особая жизнь. То пение птиц, то шелест листвы, то журчание ручья. Но в тайге нет того простора, который окружает тебя на открытых горах. Как легко там дышится после тайги. Каким большим кажется человек среди той тишины, что царит над горами. Безусловно, и там, в серой скучной природе, есть много величественного и красивого. Мы с Днепровским поднялись на ближайший пик, чтобы наметить кратчайший путь к главной вершине гольца. Я был поражен той панорамой, что представилась нашему взору. На огромном пространстве, подпирая своими вершинами небо, виднелись величавые пики. Между ними лежали глубокие лощины. Они упрятали в своих невидимых глубинах реки, долины, зеленую тайгу. Все до самого горизонта было изрезано, порвано и обнажено. Я долго смотрел и не мог налюбоваться глубокими цирками, окаймленными отвесными скалами. Хаотической структурой гольца, все вокруг было необычно красиво. Разорванные ветром облака низко ползли над гольцом, а следом за ними ползли их тени. Они то исчезали в глубине лощин, давая простор солнцу, то снова появлялись, покрывая темными пятнами голец. К вечеру мы уже были у последнего подъема. Крупные обломки пород и выступы скал лежали на нашем пути. Подъем был крутой и скользкий от утреннего снега. Мы дали передышку оленям, поправили вьюки и, собрав все свои силы, пошли на штурм. Падали уставшие люди, не отставая от нас, карабкались по россыпям олени, шли не отдыхая, молча. И скоро были под вершиной диерского гольца. Солнце уже коснулось ближайших пиков и, утопая в зубчатом горизонте, медленно покидало видимую даль. У скалы, что гранитным поясом оберегает подступ на вершину диера, мы разбили лагерь. Старик Афанасий пришел поздно, когда мы уже собирались разойтись по палаткам на отдых. Но желание послушать сказку было настолько велико, что мы, не пощадив старика, все же упросили его поведать нам тайну столь странных явлений природы, что наблюдались в последние дни. Желающие послушать сказку собрались в моей палатке, пришли все пастухи и венки. Сырой мох горел дымно, напечить их кипел чай. Старик Афанасий плотно закрыл вход в палатку, затем, не торопясь, выпил большую кружку крепкого чаю и закурил. Сейчас же задымились трубки и у остальных и венков. «Вы хотите знать, почему коряга живет без страха и почему кита все вверх ходит?» «Но-то знают только и венки. И это не сказка, потому что еще никто не сказал, что это было не так, как я сейчас расскажу». Начал Афанасий, поглядывая на нас. «Давно. Уже совсем-совсем давно это было. А когда, даже старики не помнят. Все тогда кругом было не то, что теперь. Тогда все реки текли навстречу солнцу, не было ночи, а там, где теперь мари, там были большие и глубокие озера. Время и тайга была совсем другая. Всякого рода зверья в ней много было. Волки, олени, кабарошки – все звери жили вместе в одном стаде. Они не умели бояться друг друга. Тогда тайга жила совсем без страха. Что такое страх, ни звери, ни птицы понимать не могли. Одной капли страха не было у них. Как теперь, так и тогда. Одни звери питались травою, а хищники, живя вместе с ними, поедали их детей. И те не знали, как им спасать свое потомство. По рекам и озерам жила рыба разная. Сик, карась, ленок и другие гуляли вместе с выдрой. Они не умели бояться ее, и выдра завтракала хариусом, а обедала тайменем. Белка тогда жила в дружбе с Соболем, и Соболь не гонялся за ней, как теперь. А он играл с ней, и как бы в шутку съедал ее. Тогда ошибка много было в тайге разных таких шуток. Передать даже все не смогу. Совсем не как теперь жили тогда все звери. Они не имели хитрости, потому что у них не было страха. Так жила тайга по нашим сказкам. Худой, совсем худой закон был в ней. Животных, которые питались травой, становилось все меньше и меньше, и, может быть, их не осталось бы совсем, если бы не случилось то, о чем я сейчас расскажу. Тут, на Диере, за вершиной гольца, есть глубокая яма. Старики говорят, что в ней теперь нет дна, а тогда там было большое озеро, рядом с ним пещера. В ней жил в то время большой и страшный чудо-зверь. Другого после такого не было. Он был хозяин над рыбами, зверями и птицами. Все подчинялись ему. Это он дал закон жить всем без страха. Чудо-зверь в пещере жил один. Ни зверь, ни птица в пещере чудо-зверя не бывали. И не было тогда ни троп, ни проходов туда. На Диере всегда лежал туман. Но настало время, когда хищников стало шибко много, а у других животных совсем не осталось терпения. Собрались они и решили послать гонцов своих к Диерскому гольцу, к чудо-зверю, просить защиты. Долго ходили они туда-сюда, вокруг гольца, и никогда бы им не видеть чудо-зверя, если бы не сжалилось над ними солнце. Оно разогнало туман, и они поднялись на галец. Не прогнал их чудо-звери, терпеливо всех выслушал. Большие звери говорили, что хищники поедают их телят, и что они совсем не знают, как бороться с ними. Птицы жаловались на то, что они вовсе не видят своего потомства, что хищники уничтожают их яйца и поедают птенцов. А от всех рыб говорила кита. Она рассказала о том, что уже никого не осталось метать икру, что хищники совсем кончают рыбу, и что пустеют моря, озера и реки. И много-много разных других жалоб было передано ему. Молча выслушал их чудо-зверь, а когда все кончили, сказал, «Хорошо, я дам вам другую жизнь, зовите всех сюда, к Диерскому гольцу». Крикливые гуси понесли эту новость далеко на север, в тундру, к Большому морю. По горам бегали быстроногие олени и торопили всех зверей и птиц к Диеру. Неутомимые белки разбрелись далеко-далеко по тайге, и всех, кто жил, в ней звали сюда, к гольцу. А всем морям и рекам плавала кита, и всех рыб посылала к озеру, где жил чудо-зверь. Повсюду разлеталась новость. Разным говором зашумели леса, воды. Все тронулись, пошли, полетели к Диерскому гольцу, где чудо-зверь должен дать им новую жизнь. Одни говорили, что хищникам пришел конец. Другие уверяли всех, что чудо-зверь запретит им питаться мясом и заставит есть траву. Но были и такие, которые говорили, что он их переселит за море, в другие земли. Однако точно никто не знал, что хотел сделать чудо-зверь. С разных сторон отовсюду к гольцу подходили звери, прилетали птицы, приплывала рыба, шли сюда и хищники. Их было так много, что и сказать даже не могу. Первыми к озеру прилетели лебеди, и как сели на воду, сейчас же запели. Нет больше таких красивых звуков на земле, только тогда Диерские гольцы слышали эту песню. А в то время в своей пещере чудо-зверь думал, как изменить худой закон тайги. Лебеди своей песней пробудили от дум чудо-зверя, и он появился на самой вершине гольца, когда уже все были в сборе. Кого только там не было. Волк, медведь, олень, лиса, козел, песец и даже бурундук там был. Все они толпились вместе под вершиной. На выступах у скал, на маленьких полянах сидело много-много птиц. Утка, копчик, коршун, дрозд. Все сидели тесно, мирно, дружно. В озере по большим ключам сбились рыбы, они, как другие, пришли сюда за новым законом. Все собрались к Диерскому гольцу. Тут были и малыши, что уцелели от хищников. Были взрослые и старики. Среди всех птиц не было коряги. Она жила на берегу реки и на галец не торопилась. Как только чудо-зверь появился на вершине гольца, все притихли и он сказал. Вам, добрые животные, обиженные законом звери, птицы и рыбы, я дам страх. И вы будете всех бояться. А вы, хищники, получите зло. Оно посеет между вами вражду. Никто тогда понять не мог, что такое страх и боязнь. Что такое зло и вражда. Между большими камнями стали пробираться звери к вершине гольца, где стоял чудо-зверь. Каждому хотелось первому получить дар. Но заяц проскочил раньше всех. И чудо-зверь дал ему столько страха, сколько хотел дать большим зверям. Заяц шибко перепугался, когда увидел около себя много разных зверей. Все они показались ему теперь большими, страшными. Он бросился вниз, наскочил на лесу и чуть не умер от испуга. Затем сбил с ног глухаря, затоптал горностая и, не оглядываясь, убежал в тайгу. Все звери понять не могли, что с ним стало. После заяцов к чудо-зверю подошли и остальные звери-птицы. Всем им чудо-зверь дал страх, а остаток отдал рыбам. Не забыл он и про хищников, он дал им слишком много зла. Сказать нельзя, что было тогда тут на диере. Звери испугались друг друга, не знали, что делать. Одни убегали в хребты, другие бросились в тайгу и начали прятаться, где попало. Чаще на деревьях, в россыпях. И никогда с тех пор они вместе уж не собирались. А птицы, они долго-долго летали, закрывая собою небо. Они боялись сесть на землю, так много было у них страха. Не убегали долго с гольца хищники. Они в большой драке познали то, что дал им чудо-зверь. И вот в то самое время, когда чудо-зверь смотрел на всех, кому он дал страх и зло, к нему подлетела коряга. «Ты где была?» — спросил чудо-зверь беззаботную птицу. «Я на берегу реки в камешки играла», — ответила коряга. Шибко, сердито посмотрел чудо-зверь на ленивую птицу и сказал, «Останешься ты, коряга, совсем без страха». Повернулся чудо-зверь и ушел к себе в пещеру. За ним спустился туман и закрыл навсегда проходы к нему. С тех пор и поныне живет коряга без страха и напоминает всем, как в далекие времена жила тайга. Но там, на Диерском озере, никто не видел киту. Ее путь был далек-далек, вокруг морей, и она не поспела к озеру даже к концу раздачи страха. Чудо-зверь, уйдя в пещеру, разрушил путь к себе. И осталась кита по другую сторону кольца. Она ищет и по сегодняшний день проход в то озеро, где чудо-зверь должен был дать ей другую жизнь. Она и сейчас не знает о том, что озеро давно-давно пропало под кольцом, что под ним погиб и чудо-зверь тайги. Каждую осень приходит сюда кита и все ищет проход к Диерскому озеру. Но вместо озера находит здесь себе могилу. На этом сказка оборвалась, и снова задымились трубки и венков. «А где ж та вершина, на которой чудо-зверь раздавал страх?» Спросил я рассказчика. «Вершину?» — ответил старик Афанасий. «Ты завтра увидишь, только к себе она никого не пускает. Ее крутые скалы скользкие, недоступные. Там постоянно дует ветер. А где было озеро, туда смотреть страшно. Там нет дна, нет света». Рано утром, как только блеснул первый луч солнца, я уже стоял на одном из высоких пиков Диерского гольца и любовался поистине изумительной картиной окружающих гор. Только красота этого чарующего хаоса с цирками, высокими пиками и глубокими кратерами помогла людям создать такую замечательную сказку. Я долго любовался гольцом, и мне казалось, что я видел в глубине бездны тот сказочный водоем, где жил чудо-зверь тайги. Только все уже было разрушено временем и утонуло в царящей вокруг тишине. Мне казалось, что я даже видел и те каменные ступеньки, по которым звери поднимались за новым законом. Только они теперь были прикрыты толстым слоем мха. Как бы оберегая тайну, гольц нахмурился и на моих глазах окружил себя туманом. Только пик, на котором я стоял, был ярко освещен солнцем. День прошел, а к ночи Диер гневно хлестнул на нас бураном, вероятно, за то, что мы познали его тайну. Укрывались от холода и снега, мы разошлись по палаткам. Темнота застала всех уже спящими. Холодные порывы ветра трепали углы брезента. И долго было слышно сквозь сон, как олени стряхивали с себя липкий снег. Огромное спасибо за внимание. Огромное спасибо каждому, кто не поленился написать свой комментарий. Я ему отвечу лично, обещаю. Огромное, огромное спасибо всем, кто поделился этой книгой и всей серией, которую мы делаем совместно с вами, со слушателями. Только вместе, только вперед. Поддержать выход этих книг в этой серии или других аудиокниг, которые еженедельно пополняются, больших проектов, о которых я везде сообщаю на всех официальных площадках, можно отправив свой скромный или не скромный, уж как получится. Перевод на номер. Плюс 7 901 715 27 88. Сбербанк или Тинькофф. Плюс 7 901 715 27 88. Сбербанк или Тинькофф, или Яндекс.Деньги, или Юмани. А также это мой прямой мобильный телефон, мой WhatsApp, мой Telegram для всесторонней связи, для предложений и так далее. Также я придумываю и озвучиваю поздравления для ваших близких. Это очень классно, действительно навсегда запоминается. Также делаю рекламу и многое-многое другое, что связано со звучанием. Если вы хотите поддержать меня из-за границы, это тоже возможно, несмотря ни на какие санкции. Через сайт или приложение Boosty, где также есть все аудиокниги, кстати. Их также можно слушать, скачивать или смотреть, как на Ютубе. При вашей поддержке продолжение обязательно следует. С любовью и уважением к слушателю. Читал актер Костя Суханов. Субтитры создавал DimaTorzok